Делегация правительства Российской Федерации во главе с министром здравоохранения прибыла в Севастополь с целью подвести промежуточные итоги работы в разных направлениях медицины. Вероника Скворцова отметила положительную тенденцию в демографической ситуации в городе. За минувшие полгода общая смертность снизилась на 12,5%. Сейчас она составляет 13,7%, при среднем российском показателе – 13%. Кроме того, на 26% снизилась младенчинская смертность – показатель выше среднего по стране. Во время визита в Севастополь делегация посетила 9-ю городскую больницу в Балаклаве. Специалисты учреждения показали рентгенологические и маммографические кабинеты, отделение реанимации и экстренной медицинской помощи, лабораторию и операционный блок. На сегодняшний день помещения оснащены современным оборудованием, предназначены в том числе и для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Закуплено более тысячи единиц новой медицинской техники, медицинского оборудования и медицинских изделий. Мы находимся на территории Балаклавской больницы. Более 240 единиц техники закуплено и расставлено по отделениям на территории этой больницы. Причем все оборудование работает, и мы сейчас это проверили. Это и реанимационные установки, и дыхательная аппаратура искусственной вентиляции легких. Это очень важная аппаратура для операций высокотехнологичных. Вероника Скворцова констатировала, в Севастополе активно работает и развивается программа по информатизации отрасли здравоохранения. Функционирует единая система учета лекарственных препаратов. Вовсю идет программа по информатизации здравоохранения. Нужно сказать, опять-таки, если привести в пример ту больницу, где мы сейчас находимся, уже работает электронная запись на прием к врачу. Уже более 70 мест рабочих врачей автоматизировано. Запускается единая электронная медицинская карта. Работает информационная система на всей территории Севастополя по учету лекарственных препаратов. И это позволило нам за последних несколько месяцев практически устранить такой негативный феномен, как отсроченные рецепты для льготных категорий граждан. Сейчас их практически нет. И проблема существенно эффективнее решается. Затронули также и проблему нехватки кадров в сфере здравоохранения. Напомним, в августе текущего года она составляла порядка 600 врачей и около тысячи медицинских сестер. Достаточно сказать, что количество врачей в стране чуть больше 37 на 10 тысяч населения. Здесь 36 с небольшим. Разница небольшая. То же самое по среднему персоналу. Поэтому наша задача терпеливо в других регионах России, на это ушло несколько лет, приформировать систему. Для этого есть механизмы. Есть программа «Земский доктор», очень эффективно работающая. Она позволила более 19 тысяч молодых врачей-специалистов привезти на село в разных регионах нашей страны. Есть целевая подготовка. К целевой подготовке нет ограничений. Регион сам дает заявки на те медицинские специальности, которые востребованы. И мы бесплатно абсолютно обучаем в лучших университетах, в лучших клиниках специалистов. Здесь возможности абсолютно открыты. Кроме того, для решения кадровых вопросов в отрасли в Рио губернатора Дмитрий Овсянников намерен увеличить заявку Севастополя по целевому набору специалистов до 40 человек ежегодно. На ближайшие полгода перед департаментом здравоохранения поставлена задача привлечь 60 врачей-педиатров и 100 специалистов других узких специальностей. Все горожане видят, что при всем том объеме средств, которые мы тратим, большом объеме оборудования, которые мы поставляем, часто первичные вопросы граждан не решаются. Поэтому мы сегодня обсуждали, что, безусловно, это решение вопросов организационного характера, маршрутизация потоков, решение вопросов первичного звена. Мы обсуждали добавки в размере 5000 врачам, педиатрам, терапевтам, 2500 медсестрам. Вопрос выделения дополнительных мер, стимулирующих как то по найму жилья, либо дополнительные меры, которые стимулируют привлечение специалистов с материкаков, как мы называем. Готовится к запуску федеральная целевая программа, в рамках которой будут созданы современные медицинские учреждения, в том числе и многопрофильная клиника с возможностью оказания экстренной медицинской помощи. Также в Севастополе планируется запуск пяти сельских врачебных модульных амбулаторий. И результаты этой работы правительству России предстоит оценить уже в ближайшее время, рассказали представители делегации. Мы через некоторое время будем готовы помимо тех проектов, вот называется, 5 из 19 объектов больниц прошли реконструкцию. То есть остальные 14 находятся либо в стадии проектирования, либо в стадии согласования. А по большому сроку срок был 1 января 2017 года. То есть мы уже опаздываем и мы готовы в это включиться. Поэтому по всем направлениям будем работать. На сегодняшний день правительство Российской Федерации рассматривает вопрос о создании современного онкологического диспансера в Севастополе. Необходимость строительства учреждения в Рио губернатора Дмитрий Овсянников намерен доказывать федеральному центру. Он отметил, правительство города готово заложить средства на проектирование за счет регионального бюджета. Более подробно этот вопрос будут рассматривать на правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Также местные власти отметили, что уже ведут переговоры с Министерствами финансов и экономического развития с целью выявления средств из федерального бюджета на ремонт Севастопольской инфекционной больницы.